соседи работают смотрю и папа работают и детки убирать снег с этого бы туда сетка не провисла ли ротик ли ротик так ну что мы убрали здесь балкона вот так убрались немножко ужас сколько труда сколько труда сколько времени затрачивается на это все дело а там собачки тоже гуляют или ротик тоже хочет к ним сегодня снова никто не работает снова все по домам убирают снег соли ротик ну давай посмотрим что там у нас занесло калитку нашу как занесло да да собачки там тоже гуляют и ты гуляешь и руня господи лирой Леруси, камин, кам, кам, ласточка, идем, ты уже замерз, камин, Леруй, давай, давай, кам, давай домой. Так, ребята, смотрим, что на переднем плане, как соседи борются со снегом, смотрю, машина зависла, водителя нет, когда-то ушел, непонятно, так, сосед, вот, смотрите, убирает, и все туда, и все туда идет к нам, так, я начала немножко разгребать, я разгребу только. Вот эту дорожку, вот, так, в принципе, здесь немного, мне сосед уже с утра помог, но, видите, намело уже, намело снова, и так, заработку, заработка. Все, все, вот такой, вот такой, я думаю, достаточно, все. Сейчас я иду, проверю почту, может, сегодня почта была, но навряд ли, конечно. Идем, идем. Ай, шобаки, вон, шобаки-балабаки гуляют. Ух! Ой, тут хорошая, смотрите. Точно машина может застрясть? Ай! Ничего, все, все, у тебя почты не было. Дай бог, чтоб завтра выехать на работу уже. Потому что уже сколько? Уже пять дней с выходными, получается, пять дней уже выходных. Ну, хорошо, что я взяла работку на дом, подготовилась. Уже знаю, что это такое. Если объявляют штормовое предупреждение, значит, надо брать, работу надо. Так, а ну подглянем, чем тут девочки заняты. Слаточка в кабинете у Дэла. Слато, что ты делаешь? Расскажи. Я шар делаю по труду. Да. Заклеиваю, чтоб он не размотался. Слато занимается онлайн. По программе украинской школы. Да, Злата? Ага. Потому что в американской что, дают задания вам? Нет, у нас с первого до пятого класса нет домашки. Обалдеть, вообще, бездельники. Давай, подложи бумагу, пожалуйста, чтобы ты не запачкал. Ну, расскажи немножко о школе, как в американской школе у тебя идут дела. Подружилась с кем-то? Ну, я знаю, Ника, а еще кто-то есть. Да, еще одну подругу зовут Пейдж. Страница. А они спрашивают тебя, что обозначает твое имя? Нет? Ну, хороший класс. Да. Дружные ребята, мальчики не обижают. Нет. Вот сегодня Злата тоже не пошла в школу, потому что у нас, в общем, снегопад. Вот такие дела. И вот это Злате дали домашнее задание. Сделать, накатать на воздушный шарик нитки и сделать вот такую оболочку. Я помню, я когда-то тоже это делала. Абажур такой. Ручной абажурчик. И вот то же самое задание дают детям в школе. В каком ты классе в украинской школе? В пятом. В общем, вот такие дела. В общем, Злата занята полностью. Задания очень много дают. И сколько ты затрачиваешь по времени? Часов сколько? Шесть? Ну, тоже да. На домашнее здание шесть часов. И вот еще мы хотим показать тоже. Это урок рукоделия, да, Злата? Труда. Труда. Ну, труда, рукоделия. Его Задочка делала вот такую куколку. Вот мячик мы вам показали. И вот такая кукла. Handmade. Да, я зашла, отвлекла их. Видите, вот делают домашнюю работу. Так что Злата у нас трудится, не покладая рук. Да, Злата? Угу. Так, тарелочку я могу убрать уже? Угу. Окей. Все, не отвлекаю, иду заниматься своим делами. Скажи всем деткам привет. Привет. Привет, дети. Так, теперь я. Теперь я хочу вам показать. Вот, видите, взяла заказы. Вот один жакет, вернее куртка, вторая куртка, платье свадебное. Вот уже целая сумка готова. Но еще, еще мне нужно работать. Вот, дорабатываю джинсы. Сейчас надо свет включить. Подкоротила. Оригинал, видите? Подкоротила. Теперь нужно еще в талии уменьшить. Сейчас это все раскрою. Вот здесь, видите, отметочки. Бирочку снять. Потом назад прикрепить. Потом работа вот с этим жакетиком. Тоже нужно доработать. И вот взяла себе кофточку вот такую. Мимоходом покажу. Для работы. Вот так она, в принципе, смотрится неплохо. Можно не только для работы. Вот немножечко, что я здесь сделала. Здесь я убирала в боковых швах. Ножка нужно было ушить. И здесь вот такие банты были. То есть завязки. Я их удалила. И сделала обычный вот такой рукавчик. Здесь я не хотела удалять эту обработку. Думаю, ладно, уже будет с дырочкой. Хотя эти дырочки уже совсем не в тренде. Ну, ладно. Вот такая блузочка. Тоже себе ее сделала. В основном для работы. Чтобы прилично выглядеть. Итак, ребятки. Куча, куча дел. Да. Завтра, может быть, уже можно будет выехать. Уже будут очищены дороги. И не будет, как говорится, опасности где-то зависнуть. Застрясь. Это златы на штанишке. И, в общем, мама сказала, что заделать эти дырки. Вот. Я хочу сделать... Вставить какое-то кружево. Вот тоже вставляют в эти дырочки. И будет тоже красивенько. В общем, посмотрим. Еще не подбирала кружево. Вот так что от златы тоже заказы у меня. Вот так, девочки. Хочу еще перестелить здесь под подстилку. Потому что уже, видите, да, грязненькая. Ну, вот ты снимаешь видео. Вам, наверное, тоже немножко неприятно это наблюдать. Уже подготовила вот простынь. Вот такая у меня простынка. Она не старенькая, но мы не используем. Здесь в Америке эти комплекты продают. Пододеяльников нет. А простынь, в общем, на резинке. И другая простынь, как типа под одеяло. А я не использую эти простыни. У меня очень-очень много этих простыней. Я еще хотела в свое время отослать сестре в Украину, на Украину, в Одессу, чтобы она использовала вот эти вот простыни. Очень много разных. Так что вот так. Это идет на подложку, да, подложку. Не знаю. Здесь бардак нужно убрать. В общем, куча-куча везде всяких дел. И не только на кухне, но и у меня в мастерской, и вообще по дому. Я обычно вот в такое зимнее предновогоднее время вот стараюсь взялись где по возможности в ящик и перебрать. Перебрать, повыкидывать все, что не нужно. И организовать, как говорится. Да, Лерой? Да? Все, будем работать. Будем работать, девочки. Сегодня решила сделать вот брауни именно с упаковки. Что они предлагают, какой рецепт. И я хочу посмотреть, что получится. Видите, с орешками. Прощупала, да, орешки есть действительно. Значит, что мне потребуется для этой смеси. Какие добавочки. Мне потребуется водичка, масло подсолнечное и одно яйцо. Сейчас начну смешивать. И затем миксером перемешаю. И все. И все это дело заложу вот в такую емкость. Сейчас включу духовочку. Так, сколько здесь духовка должна быть? Насколько нагрето? 350 фаренгейт. Так, Зладочка мне помогает. Высыпаю. Это все дело. Вот сюда. Так. Где-то коробка. Коробка инструкция. Так, воды у нас 1 четвертая. Вот, берем эту мерочку. Выливаем. 1 четвертая. Дальше масло 1 третья. Выливаем. И одно яйцо. Все, сейчас берем миксер и взбиваем. Восключайся. Так, ну что, ну, все. А ну, попробуй. Ммм, вкусняшка. Класс. Насколько. Вот так, смотрите, выложилась. Конечно, небольшим слоем. Я думаю, что погибется. Немножечко. Так, должен готовиться 30 минут. Все, брауни готов. Сейчас остынет. И будем разрезать. Можно есть с шариком мороженого, например. Разрежу. Посмотрим, как получилось. Думаю, что вкусно. У нас тихий час. Дэйл спит, Лерой спит. Так, девочки, приготовился. Что такое не фокусируется? Приготовился брауни. Я попробовала. Очень-очень вкусно. Все выложила, порезала. Можно немножечко подогреть. И с шариком мороженого будет. Очень вкусненько. В общем-то, хорошее предложение. Так что десерт готов. Десерт готов.